Всем большой привет! Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня я продолжу серию видео про коллекцию моей косметики и думаю, что сегодня, наверное, будет самая интересная часть. Я хочу сегодня показать свои однушки теней, палетки, базы под тени, которыми пользуюсь. Если вам нравится такого формата видео, подписывайтесь, я буду рада вашим комментариям. Ну и давайте, наверное, начну с самого простого, что у меня есть. Это базы под тени, которые я использую на текущий период времени. У меня их не так много. Здесь три базы под тени и один клей под глиттер NYX. Я его использую под пигменты, либо какие-то тени, которые суховатые. Очень люблю, но, к сожалению, сейчас его не купить. И с того, что сейчас предлагается на рынке, я считаю, что все-таки аналогов ему на текущий период времени пока нет. По базам под тени. Расскажу про базы, которые мне нравятся. Это вот такая вот база от Wet n Wild. Мне она понравилась. Я ее использую, наверное, где-то полгода. Хороший аналог. База под Nars. Она отлично держит тени. Ни разу меня не подвела. У меня веки нормальные. Ничего не скатывается. И все отлично на ней носится в течение дня. И вот по базам, которые мне не очень нравятся. Первая. Это вот такая вот от Art Deco. Довольно-таки популярная база. Ее часто показывают и блогеры. И, в принципе, она довольно популярна. Много кто ее покупает. Эта база такая липковатая, пластилиновая немного. Мне она не понравилась в плане стойкости. Во-первых, тени у меня иногда на ней скатываются. Плюс за счет того, что она липковатая, если ее не закреплять, то на ней могут залипать тени. Из плюсов то, что вот на как раз такой липком финише можно хорошо усилить яркость теней. Но, честно говоря, эту базу я не советую к покупке. Так, следующая база, которая мне не очень нравится, но я сейчас ее довольно-таки активно использую. Как-то для быстрых макияжей, которые не надо носить целый день. Вот эта база мне подошла. Это база от Eva Mosaic. Вот такой вот. Сейчас покажу вам, как она называется. База мне не очень понравилась. Она работает раз через раз. То есть, периодически на ней тени могут скатываться. А так, в остальном, тушуются все отлично. Если вот матовые носить без сияшек, то вот эта база нормальная. Если использовать сияшки, то я бы все-таки, наверное, рисковать не стала. Либо, если вы делаете какой-то макияж на непродолжительный период времени, она может подойти. Но вот в ней я не особо уверена. Также у меня в коллекции есть вот такая вот база от Limony. Я ее, честно говоря, не использовала ни разу. Она у меня абсолютно новая. Я обычно открываю базы по мере их заканчивания. Поэтому пока у меня лежит запасов. С учетом того, что сейчас у меня три базы в использовании. Скорее всего, что под конец года от вот этих двух я расхламлюсь. Но вот пока она у меня лежит. Так, по базам по тени это все. Из баз я могу посоветовать вот такой вот от Wet n Wild. Я не знаю, они сейчас вроде бы перезапустили упаковку. Не знаю, поменялось ли внутреннее содержимое. Но вот эта база просто отличная. Так, и давайте переходить к самому основному. Это тени, которые у меня имеются. И давайте, наверное, я начну с однушек теней, которые у меня есть. Потом покажу вам пигменты рассыпчатые от Tami Tanuka. Пигменты я буду показывать не все, какие у меня есть. А те, которыми я довольно-таки часто пользуюсь. Потому что у меня есть какие-то тестер-стаки. Где там совсем по 0,15 грамма. Поэтому не вижу смысла их показывать. И закончим все это палетками теней, которые у меня есть. Ну и давайте по однушкам. Наверное, покажу сразу единственный экземпляр, который у меня имеется. Это жидкие тени. Это пастель. Очень классные тени. На самом деле, я не очень люблю жидкие варианты. Все вот это растушевывать. Для меня это, честно говоря, неудобно. Вот эти тени мне приходили на тестирование. И они оказались просто шикарными. Сейчас я вам покажу, как выглядят. Здесь такой нейтрально-коричневый. С легкими блесточками такими. Очень красиво смотрится на самом деле на веки. Прекрасно растушевывается. В плане стойкости абсолютно нет никаких вопросов. Я вот эти вот тени жидкие однозначно советую. Надо вот лишь почаще ими пользоваться. Потому что, ну, не всегда лично у меня рука к ним тянется из-за вот этого формата. А так, если вы любите жидкие тени, я однозначно советую их попробовать. Так, по однушкам теней, которые у меня именно в таких, в индивидуальных упаковках. Давайте, наверное, покажу далее два бюджетных варианта, которые у меня есть. Это вот такие вот однушки от бренда Ice Cream. Первая это из серии Cosmic. Оттенок 0,6. У меня есть короткий шорс. Я там показывала свочный этот оттенок. Вот так вот он выглядит. Это дуахромный оттенок. Сейчас вам покажу его. Выглядит он вот таким вот образом. Очень красиво переливается. И выглядит он вот так вот. Вот эти однушки стоят где-то в районе 150 рублей. Можно даже где-то за 100 найти. Но они просто прекрасны. И вот вторая вот однушка. Вот такая вот из серии Puzzle. Это оттенок... Так... Оттенок 0,4. Вот эти тени мне очень нравятся. Я их летом очень часто использовала. Я думаю, здесь прекрасно видно, что здесь ямка такая образовалась. Очень классные также дуахромные тени. Из персика такого розово-золотой. Вот так вот он выглядит. Тоже очень красивый оттенок. Давайте вам покажу. Вот так вот. На самом деле он очень красиво смотрится. Влажно на веке. Вот эти однушки отлично держатся. Мне они очень понравились. И я вот советую, если любите блестяшки, и не хочется как-то сильно тратиться там на Бернович, либо Шик, то вот я их однозначно советую к покупке. Очень красивые. Так, по однушкам теней. Раз мы уже заговорили про Шик, покажу вам вот такие вот две однушки, которые у меня есть. Это из первого запуска. У меня есть оттенок Мимоза. И есть оттенок Сан. Вот оттенок Сан я очень люблю. Мне он очень нравится. Красивый также дуохромный оттенок. Сейчас давайте вам его покажу. Вот так вот он выглядит. Очень красивый, блестящий такой сияющий оттенок. Вот так вот он смотрится. На веке смотрится очень влажным. У меня вот эти тени после перезапуска. Они держатся на моих нежирных веках просто замечательно. Ничего не скатывается. Но я вот использую в тандеме базы Wet n Wild и клей под глиттер от NYX. Потому что если вот эти тени как раз-таки от Шик наносить без клея под глиттер, они смотрятся вот прям как отдельные блестки. Если наносить на клей под глиттер, то там будет уже такое более монолитное сияние. Ну очень красиво на самом деле смотрится. Вот оттенок Сан мне очень нравится. А вот от оттенка Мимоза я скорее всего, что в ближайшее время расхламлюсь по нескольким причинам. Во-первых, у меня есть похожие оттенки у Тами Танука. Я не вижу смысла одинаково оттенки плодить. И давайте покажу, как выглядит оттенок. Так, я сейчас, наверное, буду вся в блестках. Ну давайте посмотрим. Выглядит он вот так. На самом деле он похож на вот эту вот однушку от Ice Cream. Давайте вам его покажу. Мне в этом оттенке не очень нравится то, что он такой прям полупрозрачный, топерный оттенок. И под него либо надо использовать какую-то базу, подложку, либо он будет смотреться, ну, прям совсем так полупрозрачненько на веке. А так, в принципе, оттенок красивый, но вот, честно говоря, он не оправдал надежды, которые я на него возлагала в свое время. Так, следующее, что покажу, это будет вот такая вот однушка от бренда Limony. Также вот этот оттенок очень похож на Mimosa, но здесь более плотный цвет. Давайте я вам покажу в сравнении, как они выглядят в рефиле. Так, вот так вот оттеночки выглядят. Но если вот Ашик, это прям такой топерный оттенок, то у Limony здесь явная цветовая база, и мне он нравится больше. Давайте покажу вам его. Вот так вот выглядит. Здесь, конечно, и сияние побольше, и по факту, когда наносишь вот этот оттенок, он более многогранный. Здесь не только из такого персиково-розового в золото уходит, но здесь есть еще и зеленый блик под определенным углом. Давайте покажу вам этот оттенок. Вот так вот он выглядит. Очень красивый дуахром. Я его задействую не так часто, потому что я не часто делаю теплые макияжи, но вот по своим характеристикам он просто замечательный. И мне нравится, честно говоря, больше, чем от Шик. И по текстуре здесь более мелкая дисперсия. И в плане вот именно покрытия здесь более плотный цвет. Никакие подложки вот этому оттенку не нужны. Забыла сказать, у меня это оттенок тон 0,1. Очень красивая тенюшка. Так, по однушкам теней давайте вам покажу то, что у меня есть из Тами Танука. И потом покажу вам Бернович, которые у меня появились недавно. По Тами Танука у меня есть вот такая вот самонаборная палетка от Make Up For Ever. Сейчас покажу, как она выглядит. Здесь у меня осталось не так много оттенков. Я некоторые распродала. Извиняюсь за ее внешний вид, просто палетка у меня довольно-таки старая. И покажу, какие у меня есть оттенки. Сейчас у меня остались вот оттенок винтажная роза. Давайте мы с вами также посвочим все это. Вот так вот он выглядит. Это лимитка у Тами Танука. Очень красивая, нюдовая такая сияшка. И вот если сравнивать, например, с Лимони, здесь прям очень искристый такой финиш. Очень красиво смотрится. И это прям вот такой нюд-нюд розовый с красивыми фиолетовыми блесточками на розовой базе. Я думаю, что у вас в фокусе очень хорошо видно, что это более такой сияющий оттенок. Это лимитка винтажная роза. Следующий оттенок, который вам покажу, это вот такой вот зелененький. Сейчас я вам скажу какой это номер. Это оттенок 054. Выглядит он вот таким вот образом. Сейчас посвочим. Очень гладкий, очень мягкий, красивый. Вот так вот он выглядит. И покажу, как он смотрится на свотче. Вот так вот выглядит. Он также дуоохромный. Очень красиво смотрится. И раз пошли по зелененьким, давайте так и продолжим. У меня есть следующий. Это 123 оттенок от Тами Танука. Это матовый. Так, давайте вам его покажу. Вот так вот выглядит. Вот так. Мне нравится матовый у Тами Танука. Не всегда можно найти похожие подтоны в других брендах. И здесь очень хорошая пигментация. Вот так вот выглядит этот зелененький. На самом деле, когда приобрела вот этот зеленый, даже подумываю расхламиться от одной палетки. Но далее покажу ее. Так, сейчас. Так, дальше по оттенкам. Здесь у меня в заливке оттенок Ачейус Лада. Скорее всего, в следующем году возьму его в Project Pen. Это оттенок под номером 025 из палетки с котом. Сейчас покажу, как выглядят. Вот так вот. Это также нюд. Чуть более простоват, чем винтажная роза. В винтажной розе более красивые какие-то переливы в плане блесток. Ну, это вот прям такой нюд-нюд с розовинкой. Очень красиво смотрится. Также люблю вот эти тени. Следующий оттенок, который покажу, это один из моих любимых. Это 052 оттенок у Таметанука. Так, тоже очень мягкий. Вот так вот он выглядит. Здесь такой розово-зелененький. Очень красиво смотрится также. Давайте вот тут вам его покажу. Вот так вот он выглядит. Вот, я думаю, тут вот будет видно, как он дуахромит. Но очень красивый на самом деле оттенок. Так, следующее, что покажу, это будет оттенок из палетки лиса. Я даже не помню, что там потрепанная лисичка 143. Выглядит он вот таким вот образом. Вот так вот. Здесь довольно-таки теплый оттенок. Я не часто таким пользуюсь, поэтому пока у меня лежит, он не так сильно поиспользован. Давайте где-то вот тут вот так же посвочим. Ну, на самом деле, вот этот оттенок, он очень красивый. Здесь прям такой розово-золотой блик. Очень красиво смотрится. И покажу вам вот этот вот оттенок. Это также из лисички. Хорошо, что я взяла мини-версию. Я, честно говоря, запуталась с оттенками. На сайте Таметанука хотела взять вот этот в мини-версии. Ну, вот взяла вот 141, почему-то ошиблась. Вот так вот он выглядит. Здесь уже такой прям яркий красноватый оттенок. Сейчас посвочим с вами также его. Вот так вот он выглядит. Вот так вот. И давайте вот как раз-таки рядом их и засвочим. Так, как-то у меня набралось не очень. Вот так вот он выглядит. Оттенки красивые, но просто вот такой вот гаммой я, честно говоря, пользуюсь не так часто. Поэтому у меня вот эти оттенки пролежат. И, кстати, вот посмотрите. Однушки Таметанука очень хрупкие. Они прям склонны к вот такому саморазрушению. И приходится их периодически прям вот приминать, чтобы как-то их перепрессовывать. Вот так вот. Очень красиво на самом деле вот эти однушки смотрятся. Давайте посмотрим на них еще раз из этой палетки, какие у меня есть. И, кстати, у меня будет просьба такая. Если вы знаете, куда можно, какие красивые палетки есть, однушки, для того, чтобы поместить вот такие вот Таметанука по 20 миллиметров, я буду рада почитать ваши комментарии и советы. Так, с этой палеткой самонаборной это все. Следующее, что покажу, это также будут однушки от Таметанука. Но немножечко у меня в других палетках они есть. Это также вот самонаборная палетка у меня. Вот так вот она выглядит. Я сейчас вам буду показывать оттенки. Так, если, конечно, получится, либо просто расскажу. Это у меня оттенок... Давайте посмотрим его сейчас. Вот так вот выглядит. Я сейчас постараюсь его достать, сказать номер оттенка. По-моему, 0,44. Вот так вот он выглядит. Сейчас посмотрим. Так, посмотрела я оттенки. Это 0,44, 0,40, 0,39 и 0,42. Вот эти вот оттенки, это, по-моему, из палетки Бойко и лавандовое шиншилло. Давайте мы их также посвочим. Здесь матовые два оттенка. Вот так вот они выглядят. Очень красиво смотрятся в макияже. Я вот очень люблю вот этот светлый. Он такой лилово-розовый. Очень красиво смотрятся. Тени очень пигментированные. С ними можно вот очень красиво. И затемнить, при этом не наставить пятен каких-либо цветовых на веки. Очень комфортные тени в использовании. И вот этими оттенками я довольно-таки часто пользуюсь. У меня до этого они были в таком формате тестеров. И когда была вот распродажа на сайте Stamita Noco, я решила, что мне нужны вот эти вот два больших рефила. Так, и вот этот 0,42 оттенок. Давайте мы его также посвочим. И здесь текстура чуть более суховата, чем даже вот сравнивать с вот этим. С 0,44, который у меня в коллекции уже довольно-таки давно. Вот так вот он выглядит. Это такой красивый серый оттенок. Вот так вот он смотрится. И вот эта вот палетка мне очень нравится по цветовому такому подбору, по колористике. Все эти цвета замечательно сочетаются. Так, и также у меня есть самонаборная палетка от Tami Tanuka. Также с рефилами 26 мм. Я вот совсем недавно прикупила себе вот такую вот магнитную палетку. Выглядит она у меня сейчас вот таким вот образом. Здесь у меня есть тени от Bernovich. И вот три оттенка от Tami Tanuka. Давайте, наверное, с Tami Tanuka мы и начнем. Первый оттенок, который покажу, это 0,47 оттенок. Он у меня задублен в палетке кота. Я решила, что мне нужен еще один такой. Вот так вот выглядит. Это классический такой бежевый растушевочный. Вот так вот он выглядит. Красивый оттенок. Далее оттенок сейчас посмотрим под каким номером. Так, вот это у меня оттенок 0,50. У меня также была вот миниатюрка такая вот 20 мм. Вот так вот выглядит оттенок. Сейчас мы с вами посвочим. Самое главное, чтобы у меня не развалились вот эти вот рефилы. Вот там и тануки, потому что очень хрупкие. Вот так вот выглядит. Вот этот оттенок тоже очень красивый. Он сияющий, но здесь как без явного такого дуахрома. Так, и вот этот оттенок, это уже из павлина. Сейчас мы также посмотрим его. Так, это оттенок 0,35. Здесь вот матовые, кстати, различаются в павлине. Достаточно сухие. Вот из кота вот этот оттенок, он мягкий. Поэтому не все тени там и танука одинаковые. Вот так вот он выглядит. Если сравнивать с вот этим оттенком из шиншилы, то здесь более такой лиловый, уходящий в розовый. Но, тем не менее, очень красивый. Так, по однушкам там и танука, которые у меня есть, это, наверное, все вот именно в прессе. Давайте далее вам покажу мои новинки, какие есть. Это два оттенка из Бернович. Это обновлено вот из новой их коллекции относительно. Это 0,64 оттенок и оттенок 0,71. Давайте я вам сейчас достану, покажу их поближе. Очень красивые оттенки. Вот из новой коллекции я бы их советовала однозначно к покупке. Это вот 64 оттенок Бернович. Сейчас посмотрим. Вот так вот он выглядит. Очень сияющий, очень красивый оттенок. Такой из желтого в золото. Я бы даже сказала, что не из желтого, а из лимонного такого. Так, выглядит он вот так. Это такой более топерный оттенок, но смотрится оно очень красиво. И, в принципе, можно его использовать и сольно. Будет смотреться замечательно. Так, и 71 оттенок сейчас также покажу вам. Вот так вот он выглядит. Не знаю, будут ли видны здесь прям такие переливы, искорки. Но эти оттенки действительно просто потрясающие. Вот из новой коллекции вот эти тени мягкие. Очень классные. Мне понравились. И мне кажется, что они менее рыхлые и сыпучие, чем были ранее. Так, давайте его посмотрим вот тут. Так. Я надеюсь, что будет видно. Так, фокус. Вот так вот он выглядит. Очень красивый оттенок. Здесь переливается на такой фиолетовой базе розовыми блестками. Здесь на такой более желтоватой базе, лимонной, переливается также в розовые блестки. Очень люблю эту палетку. Кстати, вот эти цвета между собой также замечательно сочетаются. И вот планирую использовать в ближайшее время вот эти вот новинки. По однушкам, таким прессованным, это также все. Мы, наверное, сейчас перейдем к пигментам, которые у меня есть в использовании. По пигментам Тами Танука у меня достаточно большое количество. Сейчас вам покажу, наверное, самые любимые пигменты, которые у меня есть. У меня их чуть больше, чем я сейчас покажу на видео. Мы с вами все это также посвочим. Но вот какие-то прям миниатюрки из тестер-стаков, либо из каких-то наборов, я не буду вам показывать, чтобы просто не растягивать это видео. Здесь и так довольно-таки большое количество пигментов. И здесь вот прям выжимка того, что мне очень нравится. Ну и давайте, наверное, вот начнем с вот этого мини-стака закрученного. Здесь был большой стак с сияющими оттенками. И давайте посмотрим. Мне из него очень нравится оттенок Монарх. Вот так вот он выглядит. Я не все оттенки, наверное, буду свочить, потому что некоторые выглядят вот именно так, как они выглядят в баночке. Это вот как раз-таки тот случай. Здесь единственное, что вот отливается, такой вот золотистый оттенок. Очень красивый, яркий, искристый. Я использую его не так часто, потому что он прям заметный. Но мне он очень нравится. И второй вот пигмент. Это прелестница Росинка. Я думаю, что это довольно-таки популярный пигмент. Выглядит он вот таким вот образом. Давайте мы вот его посвочим. Здесь уже такой прям розовый. Очень красивый. Шероховатый пигмент, но смотрится очень искристо, красиво. Мне он очень нравится. Я вот его часто задействую для уголка глаз. Здесь вот на крышечке можно также заметить красивые яркие переливы. Очень красивые пигменты вот эти два. Это вот прям такие нейтрально-розовые, которые можно писать практически любой макияж. Так, далее по однушкам покажу вам оттенок Буря Рожденная. Я его задействую очень редко. Это прям такой праздничный оттенок. И, честно говоря, я не ожидала, что он будет настолько ярким. Выглядит он вот таким вот образом. Давайте мы с вами его также посвочим посмотрим. Так, я пигменты ношу практически на сухую руку. Я вот только гидрофильным маслом сняла предыдущий своч, поэтому надеюсь, что оттенки будут все-таки прилипать. Вот так вот он выглядит. Красивый также оттенок. Ну, вот здесь вот, наверное, на крышечку тоже стоит ориентироваться. Здесь на голубоватой базе, поэтому не так часто его задействую, но тоже очень красивый оттенок. На самом деле, со сводчами на сайте некоторые оттенки, ну, прям на самом деле, не очень совпадают. Так, следующий оттенок, который покажу вам, это один из моих любимых оттенков и самых ходовых, который можно вписать в большинство макияжа, которые я делаю. Это популярный пигмент мати-призматического дракона. Выглядит он вот таким вот образом. Очень красивый. Здесь у меня было две баночки. Сейчас вот пересыпала в одну. Очень красивый пигмент. Давайте мы его посвочим также. Вот так вот он выглядит. Это вот прям, если бы сказали оставить какой-то один пигмент, то это был бы вот именно он. Он очень красиво смотрится, красиво переливается, искристый. Он смотрится и празднично, и можно вписать его на ежедневный макияж. Очень люблю его. Так, следующий оттенок, который вам покажу, это будет рожденное в крокусах. О дисперсии, это оттенок близок к матери-призматического дракона. Но выглядит он вот таким вот образом. Здесь перелив такой из лилового в зеленый. Даже я бы сказала в такой вот цвет морской волны. Так, сейчас посвочим. Вот так вот он выглядит. Очень красивый. Вот так смотрится он. И здесь вот единственное, что отличает от матери-призматического дракона, что здесь нет вот таких вот искристых блесточек, поэтому смотрится он чуть более приглушенно. По пигментам следующий, который покажу, это будет арестовавшая медведя. Это вот из последних моих заказов относительно пигмент. Давайте его посмотрим. Вот так вот он выглядит. Это красивый такой многогранный пигмент на бежеватой базе. Здесь такие голубовато-фиолетовые блесточки. Очень красиво смотрятся. Сейчас мы с вами его так же посмотрим. Вот так вот выглядит. Вот так. Также относится к такому нюду с изюминкой. Очень красиво смотрится. Надо бы его, наверное, задействовать чуть почаще. Так, следующий пигмент, один из моих любимых и также довольно-таки популярный на сайте Stamita Noco, это оттенок Кикимора. Я просто на самом деле покупала некоторые оттенки, и сейчас с вами не так часто пользуюсь, потому что планировала перепрессовать их, запрессовать. И вот несколько уже рефилов вот этих палеток с Али заказала, и все они не магнитные. Поэтому, если вы знаете, где купить рефилы, которые будут точно магнититься, по 20 мм, то напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот так вот выглядит оттенок. Сейчас мы с вами его посмотрим. Очень интересный. Здесь такой разбеленный оттенок хаки с таким розовым переливом. Очень красиво смотрится так же. Давайте, наверное, вот сюда вот перейдем. Это один из моих любимых оттенков. У меня периодически бывает такое настроение. Давайте еще, наверное, поднаслаем, потому что не так хорошо видно. У меня периодически бывает настроение вот использовать зеленые оттенки в макияже, и вот этот вот оттенок просто замечательный. Здесь и зеленый, который я люблю, и розовый. Поэтому смотрится очень красиво и необычно. Так, следующий оттенок. Давайте сейчас закручу. Единственное, вот у меня проблема постоянно с вот этим закручиванием с крышками у Тами Танук. Не знаю, как-то не очень удобно. Следующий пигмент это корректировщик Инея. В общем, я сейчас пойду по самым популярным пигментам на сайте Тами Танука. Здесь уже просто праздник на глазах. Очень многогранный пигмент. При этом его можно вписать в абсолютно любую рамку. Очень красиво смотрится. Давайте мы с вами его посвочим. Вот так вот он выглядит. Он прям недавно был запрессован. Вот Тами Танука. Если бы я знала, возможно, бы рассыпушку не брала. В палетке Allure. Давайте мы с вами его посвочим. Здесь уже яркие такой блесточки. Ну, конечно, вот этому оттенку здесь нужна чуть более липковатая база. Он очень искристый, красиво смотрится. Это вот прям тоже один из самых красивых таких праздничных пигментов. Но за счет того, что у него бежево-коричневая база, его можно вписать и в повседневный вариант. Следующий оттенок, который покажу, это блистательное. вот так вот он выглядит. Сейчас мы с вами его также посвочим. Вот так вот он выглядит. Очень красивый. Напоминает оттенки из палетки худые. Ретроградный Меркурий. Вот так вот он выглядит. Очень красивый. Здесь такие прохладные серебристые лиловые блесточки. очень красиво смотрятся. Так. Следующий пигмент, который вам покажу, это оттенок Горянка. Он мне приходил вот с одним из последних заказов, которые делала на сайте. Честно говоря, как-то, ну, сначала он меня не впечатлил. Чисто так визуально. Но когда я сделала с ним макияж, как же красиво он смотрится. Сейчас мы с вами откроем его, посмотрим. Вот так вот он выглядит. Так, сейчас. Вот так вот он смотрится на пальцы. Давайте посмотрим. Вот так вот он выглядит, но очень красивый оттенок. Это вот прям такой нюд. Причем здесь золото прям такой неявный. Есть легкий потом зеленцы. очень красиво смотрится. По оттенкам. Также один из моих самых любимых пигментов наряду с Кикиморой и матерью призматического дракона это лимитка Полюшка. По-моему, это лимитка у них. Выглядит вот таким вот образом. Очень красивый оттенок. Здесь зеленая база с блесточками голубого, лилового оттенка. Но это прям вот действительно Полюшка с разноцветными такими голубоватыми цветочками. Давайте мы посмотрим на оттенок. Вот так вот он выглядит. Очень его люблю. И вот это один из самых таких пигментов, которые я использую довольно-таки часто. Следующее, что покажу, это пигмент дух солнечного цветка. Вот так вот он выглядит. Вот таким вот образом. И давайте посмотрим. Здесь такой искрестный оттенок, но здесь прям такой ньют-ньют, который очень хорошо смотрится в уголке глаза. Здесь легкая молочная база с золотисто-розовыми блесточками. Очень красиво смотрится. Так, и по пигментам, по рассыпчатым последний, который вам покажу, это оттенок лучик, который у меня участвует в проекте. Давайте мы на него посмотрим. Выглядит он вот таким вот образом. Ничего не меняется, впрочем. здесь розовая база с золотистыми блесточками. Выглядит он вот так вот. Очень яркий оттенок. Давайте с вами его посвочим. Вот так он смотрится. Очень красиво. Давайте вам покажу, наверное, все вот свочи и рассыпуши, которые у меня есть. из тех, что вот мне очень нравится. Мне очень нравятся те нитами, тонук, вот эти рассыпчатые, потому что очень редко встречается что-то в прессованных палетках у других брендов, вот такое вот искристое, яркое. Но вот к баночкам я, наверное, также не часто тянусь. Хочу некоторые пигменты запрессоваться в такие вот в круглые рефилы, но вот пока такой возможности нет из-за проблем с магнитными, именно с металлическими рефилами, потому что не все сейчас, которые приходят там с Алиэкспресс. Я не знаю, где можно купить, например, в России такие круглые рефильчики магнитные, а вот с Алиэкспресс приходят сейчас алюминиевые, которым ну ничего не магнитится. Так, раз пигменты мы с вами закончили, сейчас мы перейдем к палеткам. Наверное, покажу палетку, которой у меня рука в последнее время не так часто тянется. Это вот такая вот палетка от Evelyn Mystic Galaxy. Честно говоря, наверное, планирую от нее расхламиться в ближайшее время, может быть, кому-то отдам, но как-то вот, мне кажется, время вот этой палетки лично для меня уже прошло. Сейчас покажу вам гамму, которая у нас внутри палетки. Вот так вот она выглядит. Здесь довольно-таки красивая гамма вот этих сияшек матовых. Для меня здесь самые интересные вот три оттенка, пожалуй. Это вот этот матовый, комета, Moon и Mars. Все остальное здесь плюс-минус, ну, такое, нечасто задействуется, особенно вот эти вот рефилы. Давайте, наверное, из этой палетки я посходю как раз-таки вот эти три, чтобы просто время не занимать сильно много. оттенок Mars, Moon и комета. Матовые здесь очень шелковистые, хорошо растушевываются. Давайте, наверное, так вот сначала свотч покажу. Очень красиво смотрятся. Но вот вот эти вот сияшки как-то, они не очень такие внятные. Давайте, наверное, тоже вам покажу их. Вот так вот выглядит этот лиловый оттенок. Они неплохие, но просто сейчас у меня в коллекции есть варианты, которые получше. Давайте с вами посвотчим из сияшек, которые здесь есть. Не знаю, как-то вот я подумываю, что надо бы от нее расхламиться. Вот так вот выглядит. И давайте, наверное, еще все-таки посвотчим вам вот эти вот три оттенка. Может быть, кто-то просто планирует из бюджетных палеток что-то купить и вот к этой палетке решит присмотреться. Вот так вот выглядит фиолетовая. Сейчас покажу вам. Ну, как бы у меня рука в последнее время к ней тянется не так часто. Возможно, потому что я ее брала в этом году в Project Pain. Она мне как-то поднадоела. Но не могу сказать, что, честно говоря, я ей пользовалась довольно-таки часто. И вот прям это претендент на ближайшее расхламление у меня. по палеткам. Следующее, что я вам покажу, это будет старичок, который у меня есть в коллекции. Это Colourpop, который сейчас не достать. Это палетка Sorbet. От нее я тоже уже давно хочу избавиться, но как-то рука не поднимается. Здесь довольно-таки хорошие повседневные сияшки и хорошие работающие матовые. Давайте с вами ее также посвотчим. Я думаю, что будет видно, что здесь прям у меня такая поюзанная палетка с ямками. Вот так вот выглядят оттенки. Я, честно говоря, рассчитывала при покупке, что это будет более такая лиловая палетка, но на самом деле здесь кама довольно-таки тепленькая. Как раз-таки из-за вот этого бордового, наверное, оттенка. Вот так вот смотрится. Здесь очень красивые переливы, также блесточки на каждый день просто замечательная палетка. Но вот имея там и тонок, к ней рука как-то не тянется так часто. Так, следующее, что покажу по палеткам теней, это, наверное, будут у меня тени от Наташи Денона, какие есть. У меня остались две палетки всего. Остальные, какие были, я распродала, потому что, ну, не знаю, как-то Наташа Денона у меня не так часто в ходу стало. и оставила вот две свои любимые. У меня до этого, вот в этом году я вот совсем недавно расхламилась от Мини Метрополис. Она и по качеству, и по гамме мне не очень подходила. Не понравилась. Была у меня также Мини Нюд, но тоже как-то я от нее решила избавиться. Давайте, наверное, покажу самую поюзанную палетку, которая у меня в принципе есть в коллекции. Наташа Денона Мини Голд. Очень любимая мною палетка. Здесь красивая такая оливковая гамма, причем здесь интересные оттенки. И давайте мы с вами их, наверное, сейчас посвочим также. Здесь прямо такие шелковистые матовые, так залезла мокрым пальцем в рефил, конечно. Очень красивая гамма. Вот так вот выглядит. Так, фокус где-то. давайте посмотрим. Эта палетка очень мною любимая, но вот как-то не знаю. В последнее время она у меня пролеживает и не так часто ей пользуюсь. Возможно, потому что вот у меня появились новые какие-то палетки за последнее время, которыми пользуюсь чуть почаще. Но я думаю, будет видно, что здесь любимый вот этот оттенок. Здесь прям такая ямка довольно-таки хорошая. Золотишко вот это мне очень нравится. Оно такое не банальное, не цыганское. Давайте покажу вам как выглядят свочи на эту палетку. Здесь вот я не знаю, будет видно ли вот этот зеленоватый перелив, очень красивый. И мне нравится вот это вот такое зеленоватое золото довольно-таки искристое. Очень красивая палетка. Однозначно, если вы любите такую гамму, я советую к покупке. Если бы не зеленые оттенки у Томи Тонок, которые были куплены, я думаю, что эту палетку я бы задействовала но куда чаще. Так, и следующая любимая мной палетка от Наташи Деноне это Мини Лав. Это довольно-таки старый запуск. Выглядит палетка вот таким вот образом. Для меня это такая вот чисто палетка на февраль. Я очень люблю спарклы отсюда, но здесь не все оттенки мною любимые. Давайте сначала посвотчу, а потом расскажу. также шелковистые матовые очень красивые вот так выглядят оттенки. мы где-нибудь внизу также посвотчим. Розовый последний. Вот так выглядят свотчи на эту палетку. Здесь очень красиво вот этот топерный оттенок, который можно на клип от глиттера наслоить до самостоятельного оттенка, чтобы он не смотрелся топерным. Очень красивая гамма палетки, но лично для меня она провальна из-за этих двух оттенков. Это классические сатины. Вот этот хайлайтерный оттенок, который простоват, если под бровь либо в угол глаза, смотрится неплохо, но не за 2-2,5 тысячи рублей, как она продавалась. Поэтому палетку в основном держу из-за этих трех оттенков. Следующее по палеткам покажу. Давайте это наверное будет новинка, которая у меня есть. палетка Амели. Давайте на нее посмотрим. Честно говоря, я наверное от нее также расхламлюсь по одной простой причине, что поносила эту гамму я осенью и поняла, что теплые оттенки я не так сильно люблю и использую. Давайте на нее посмотрим. Здесь конечно очень красивое оформление, раскладка красивая. Вот так она выглядит. Вот таким вот образом. И здесь довольно-таки теплые, но очень красивые и качественные по своим свойствам оттенки. Плюс здесь для меня немного непривычная текстура. У матовых они немножечко суховаты. Вот этот шиммер он мягкий, очень такой податливый, а вот этот также суховат, поэтому возможно мне надо ее распробовать, потому что текстура для меня не самая привычная. Вот так выглядит гамма этой палетки. таким вот образом. Так, сейчас мы с вами ее посвочим. И она вот прям для меня она тепленькая, я такое не часто ношу, хотя это вот прям такой универсальный нюк. и на работу и на работу. И с вот этими спарклами вот это довольно таки яркий спаркл. Можно сделать очень красивый макияжик по качеству вот эта палетка просто замечательная, но видимо это все-таки немного не моя история, поэтому пока она у меня лежит в запасах, но вот я наверное от нее все-таки расхламлюсь. Так, следующее по палеткам что вам хочу показать, наверное это будет там это ну-ка это одна так у меня уже все здесь в блестках одна из моих любимых палеток это дедноглазый блудный кот выглядит она вот таким вот образом она у меня довольно таки поюзанная здесь есть оттенки которые у меня задублированы то есть я вот такой вот уже вам показывала оттенок в формате 26 миллиметров давайте наверное также посвочим эту посмотрим здесь давайте покажу только вот сияющие оттенки заодно можно будет сравнить вот этот оттенок с оттенком из палетки визиарт вот таким вот образом выглядит гамма здесь прям такой ньют ньют очень красивый при этом вот эти вот сияющие оттенки они просто замечательно смотрятся на глазах так давайте посмотрим раз ну нет конечно связи арт здесь не так много общего мне вот тами танока в плане нанесения я думаю что вот на сводчик даже будет видно что вот эти оттенки они такие рахловатые более сыпучие а вот у тами танока здесь вот прям монолитное сияние очень красиво смотрится я очень люблю вот эту палетку это вот прям если не знаешь чем накраситься и хочешь выглядеть красиво то вот эта вот палетка она просто замечательная так далее что покажу это будет палетка также от тами танока вот такая вот это палетка вот пальмовая ветвь она входит в серию по-моему букс палетка с альбом вот эта вот часть вот той палетки и если честно мне вот вторая часть не очень нравится потому что она довольно тепленькая рыженькая то что я не очень люблю а здесь как раз наоборот люблю я очень и коричневую вот эту гамму и зеленоватую такую вот эта палетка это просто симбиоз того что мне очень нравится от вот этой палетки я наверное никогда не расхламлюсь давайте наверное посмотрим свотчи на эти оттенки здесь конечно очень красиво такой оттенок экстра вот так вот выглядят оттенки там это ну-ка мне очень нравятся оттенки за плотность цвета они так довольно-таки гладко ложатся на коже вот посмотрите как смотрится вот этот вот оттенок просто замечательный так давайте посвотчем вот этот зелененький также с палетки сейчас и сейчас посмотрим последний оттенок сейчас руку немножечко вытру так и последний оттенок выглядит вот таким вот образом очень яркий очень нравится гамма этой палетки вот эти вот оттенки это вот прям идеальный нюд я несколько раз делала макияж очень красиво смотрится в сочетании при этом выглядит очень красиво вот так вот оттенки выглядят очень люблю вот эту палетку однозначно я ее советую к покупке если где-то может быть увидите с рук может быть вам понравится тоже такая гамма и однозначно ее советую здесь очень хорошо подобраны цвета но вот к сожалению я не знаю будет ли там и танука после ребрендинга выпускать вот эти вот палетки как-то еще не знаю но оттенки здесь просто замечательные так вот там и танука это все у меня остаются две самые такие палетки которые у меня часто используются это ретроградный меркурий от худые и вот розовый кварц который у меня не появился недавно давайте наверное покажу палетку от там от худый бьюти ретроградный меркурий выглядит она у меня сейчас вот таким вот образом довольно-таки поюзанная старенькая у меня эта палетка когда-то я ее брала на лук фантастик и давайте наверное из этой палетки я посвочу сияющие оттенки которые мне нравятся посмотрим на них потому что всю палетку я как бы не вижу смысла совсем свочить давайте начнем с вот такого розового оттенка фиолетовый небьюла здесь очень красивый конечно оттенок довольно-таки популярный был из этой палетки вот так вот выглядит давайте мы где-то посвочим конечно оттенки из этой палетки уже подсыхают это конечно удручает но тем не менее я вот пользуюсь ей вот в последнее время и поняла что у меня эта палетка в проекте 100 использований что рука к этой палетке тянется почему-то вот именно к матовым мне очень нравится здесь раскладка матовых часто их задействую так по сияющим давайте следующие оттенки посвочим вот этот оттенок galaxy кстати очень похож на капеллу от шик если у кого-то есть палетка ретрограда меркурия сначала попробуйте galaxy так следующие оттенок давайте на них посмотрим вот а вот выглядят некоторые оттенки подсыхают чуть сильнее то есть вот это вот не бьет она прям довольно таки сухая у меня стала некоторые оттенки прям еще вот кремовая вот этот оттенок из худо очень извиняюсь вот этот оттенок из худо очень похож кстати на однушку из там и танук из лисы который показывал вот такую маленькую так и давайте посмотрим два последние оттенка какие у меня есть из этой палетки сияющие вот так вот они выглядят таким вот образом очень красивая гамма мне она нравится на весну на лето очень красиво смотрится и вот такие вот покажу еще раз матовые здесь также будет спойлер по проекту с той использованием здесь дырочка у меня появилась часто задействовала в этом году вот эту палетку рада что ей попользовалась что она мне не пролеживает и не высыхает просто так вот эту палетку я очень люблю и расслабляться по крайней мере в ближайшее время я от нее не планирую так и следующая палетка которую хочу показать это розовый кварц от худа сейчас мы на нее также посмотрим эта палетка также мне очень понравилась здесь уже такая более нюдовая гамма интересно что здесь конечно есть оттенки прям с такими нюансами мягко говоря вот эти вот два оттенка как-то мне они ну вот этот он светловат вот эти вот жуки в желе я даже обсуждать не буду я считаю что это просто занимает лишнее место и давайте наверное покажу также сияющие оттенки здесь грубо говоря есть и теплая и холодная гамма и нейтрально розовая но вот сияшки здесь просто космические давайте мы на них также посмотрим и в этой палетке буду их также свочить по очереди когда беру вот эту вот палетку розовый кварц я вот отчетливо понимаю что в ретроградной меркурии все-таки мои сияшки уже подсыхают вот таким вот образом выглядят оттенки здесь конечно очень красивая оттенок космик лап вот так вот выглядит давайте мы тут посмотрим вот так вот выглядит но очень красиво так давайте перейдем в следующие оттенки посмотрим также сияющие вот так вот выглядит гамма сияющих оттенков очень красиво мне кажется вот у меня в последнее время один из фаворитов это вот такие вот оттенки очень такая приглушенная бронза в некоторых палетках они у меня дублируются но очень такое люблю вот этот оттенок вот этот оттенок вот этот так сейчас вот этот оттенок очень похож на оттенок из палетки эвелена но здесь конечно по текстуре он куда красивее и более такое удобное в работе вот так вот выглядит и вот конечно вот этот оттенок тоже очень красивый переливчатый вот эти вот два оттенка прям такие ну а здесь уже такие более нюдовые очень красивая палетка мне она понравилась и по матовым они также очень шелковистые мягкие сияшки очень красиво смотрятся здесь вот прям такой универсальный нюд очень понравилась эта палетка и на этом это все это вся моя коллекция теней которые у меня имеется плюс у меня есть еще какие-то вот как ранее скала тестер стаки от там это ну-ка но это вот прям основной костяк моей коллекции и планирую наверное в ближайшее время расхламиться от палетки color pop эвелин и визи арт потому что но как-то в последнее время к ним совсем не тянется рука довольно таки большое количество теней от там и танока который мне очень нравится на наташи да но на ход и бьюти очень красивые тени ну и соответственно мои однушки чтобы тоже не пролеживали если вы также чем-то пользуетесь из того что я показала видео я буду рада почитать ваши отзывы комментарии и на этом все всем пока